11 лет назад в сети Овдейт меня попросили сделать презентацию на английском языке. И я подумал, какую же мне сделать презентацию, и я услышал голос, очи сущий на небесах. И почему она такая значительная? Потому что там две заповеди. И возлюби Бога своего всем сердцем своим, всем разумением, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Так Господь мне показал в этой молитве. И хлеб насущный – это сам Иисус. И, конечно, мы можем исполнить первую заповедь с Иисусом, и вторую заповедь также с Иисусом. И я только повторяю, очи сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царство Твое. Это первая заповедь. Вторая заповедь – и прости долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Хлеб насущный – это сам Иисус. И вот это мне показал тогда, и я презентировал. И через некоторое время, когда я шел в ангелизацию с этой молитвой, он как бы продолжил это. И уже с 96-ти летним рефраймом он показал мне другое, то, что там ангелы света и ангелы тьмы. И, в общем-то, это как бы продолжение мне дал в этой молитве. И показал так, что эта молитва была испытана самим Иисусом. И она была получена от самого Отца. Потому что он говорил, я ничего не делаю без моего Отца. И эта молитва также мне в ангелизации была показана, что она испытана была самими учениками первыми Иисуса. Так что это мне как бы вдохновило. И я всегда шел на ангелизацию везде, куда с этой молитвой. Все это знали. Но и через некоторое время, когда уже так получилось, что я оказался в All Nations, Full Gospel Church, то я как бы склонился к такой определенной моей тревогной ситуации. И Господь показал мне другое, что и главная песня. И пришла у меня песня на английском. 24 elders bow down and cry out to the Lord. You are holy, you are worthy, you are the one who can open the scroll. And all nations bow down and cry out to the Lord. You are holy, you are worthy, you are the one who can open the scroll. And very interesting, I saw at the time, и что интересно, что я увидел 24 старца на небесах из самого Иисуса, которые молятся с этой молитвой за тех, кто на земле. Это как бы она завершилась, эта молитва. И стала очень интересной такой формой, потому что Господь, Он не приносит хаос. Это интересная молитва и определенная форма, которой мы молимся, она очень значительная для нас. И я хочу сказать, что в следующий раз я буду продолжать говорить об этой молитве. И я хочу сказать спасибо тем, кто будут печатать как на русском, так и на хибру, так и на английском эту молитву, которую я уже предоставил многим. Спасибо. И также спасибо за то, что мою песню «Новый завет ты заключил с Израилем», «Новый завет с Иисусом», с Иудой заключил, будет также исполняться во многих местах. Спасибо за это. И я буду продолжать об этой молитве в следующий раз.